Сегодня схема развода людей такова вам. Звонять через любой мессенджер, будь то вайбер, ватсап или телеграм с неизвестного номера, с непонятным кодом, под предлогом, что на ваше имя пытаются взять кредит или совершить любую другую банковскую операцию, чтобы вам так сказать помочь, просят ввести трехзначный код. Сейчас нам все необходимо сделать. Нам необходимо понять, откуда могла произойти утечка ваших данных, а главное, кто их воспользовался. И также отменить данную заявку. Сейчас кредит находится на стадии зачисления. Я отправил смс в подтверждение нашего банка. Посмотрите. А дальше все просто. С вашей карты списываются все деньги. Аферисты в прибыли, вы в убытке, грусти и печали. Вот так с помощью телефона и мессенджеров по-прежнему продолжают обманывать людей, а люди по-прежнему остаются доверчивыми. Ведь, как известно, ни сотрудники банка, ни сотрудники милиции не общаются через вайбер, телеграм и другие мессенджеры. Потому, чтобы предостеречь, еще раз напомнить гражданам о тех или иных способах мошенничества, брестские правоохранители, в том числе Управление по противодействию киберпреступности, активно проводят профилактические мероприятия, разговаривают с гражданами, раздают профилактические листовки. Хотим вам вручить такую листовочку, в которой прописаны рекомендации, как не стать жертвым мошенником, особенно, когда вам позвонили и сообщили о том, что кто-то из ваших близких родственников попал в беду. Возьмите, пожалуйста, расскажите родственникам, друзьям, знакомым, родителям, предупредите, пожалуйста, чтобы были бдительны, чтобы не велись на это. Сегодняшнее мероприятие – это, во-первых, донести гражданам о способах совершения мошенничества, чтобы они знали и чтобы они были предупреждены, чтобы они не теряли бдительность при поступлении таких звонков, чтобы они не поддавались панике. Зная о том, что сотрудники милиции не звонят, что сотрудники милиции не выманивают деньги, естественно, они уже могут адекватно реагировать. Чем большему количеству людей будет известна эта информация, соответственно, мошенникам будет сложнее. Необходимо четко выработанное понимание ситуации. Проводя какие-либо действия со своими денежными средствами в интернете, переходя по незнакомым ссылкам, отвечая на незнакомые звонки в мессенджерах, нужно соблюдать повышенную осторожность, не быть излишне доверчивыми, не вести диалог с незнакомыми людьми. Ну как так не понимать, когда объясняет и милиция, и телевидение, все объясняют, рассказывают. У меня тоже внук, есть машина, я бы тут же перезвонила, я бы нашла и не пошла бы на это. И вы знаете что, я даже думаю, что видимо просто кто-то подсказывает, что есть эти деньги, как могут быть такие большие деньги дома. Девушка звонила с Приорбанка, мы вам звоним с Приорбанка, вы можете идти забирать кредит, имя мое называют. Я посмотрела телефон Молдовы, кредит я не оформляла, не собиралась идти брать кредит, вот такая ситуация. Я так подумала, говорю, хорошо и все, но я уже научена горьким опытом своим, так что я уже не ведусь. Помимо профилактических бесед сотрудники милиции разместили на здании кинотеатра «Беларусь» специальную наклейку с QR-кодом, которая не только привлечет внимание, но и которой воспользуются для предоставления информации.